Во второй лиге, там в Сибири, и был такой случай, команда из города Братска заняла последнее место и собралась все руководство Братской ГЭС, долго заседали, почему, искали причины и в конце концов уволили шофера, который на их взгляд плохо встречал судей и это была причина, как они посчитали их неудачного выступления правда, на следующий год они также заняли последнее место к чему я примерки вложу, все-таки нужно начинать, наверное, не от того, что уволили тренером а другой тренер будет, тренер этот работал с теми игроками, которые были сильнейшими, на его взгляд, на тот момент все-таки нужно начинать с главы, а глава это президент генерации футбола, который должен с утра до вечера сидеть разъезжать по региону, быть на работе, кто-то мне сейчас привел пример, что в течение года Виталий Леонидович всего 7 раз был в РФС, ну, ребята, это не серьезно, я тоже к нему с уважением отношусь, только на себя взловить, но нужно ножи по себе брать, футбол сейчас не может быть растворен между несколькими федерациями, футбол требует очень серьезного, скрупулезного и анализа, и поправок, ведь происходят чудес и чудеса какие-то кто-то сделал и не проконтролировал это, президент федерации футбола, первой лиги, игра 1-1, ну что же, два раза команды должны летать на Дальний Восток, это какие же затраты, а когда же тренироваться, если ребята по 10 часов проводят в воздухе, а каково самим хабаровчанам и Владивостоку, это лететь в Балтику, потом лететь играть дома, потом лететь в Ленинград, извиняюсь, в Санкт-Петербург, играя с «Зенитом-2» и «Стосно», какие затраты, потом мы удивляемся, что команды эти почти в Амуде, там звезда Иркутская, по-моему, прошлиник разговор идет, что ребятам не платят зарплату, да какие деньги нужны, чтобы такие полеты выдержать и футболистам зарплаты платить, может быть, если бы сделали 2-2, мы в высшей лиге играли, кстати, 2-2, мы летали туда со «Спартаком», играли во Владивостоке в находке, 3 на 4, и тренировочный процесс увеличился бы процентов на 25, и растраты чуть ли не на 50 процентов бы уменьшились, и их выпустили на зарплату футболистов. Все это должен контролировать человек, который поставлен во главе футбола. И, на мой взгляд, если удастся Валерий Георгиевич занять эту должность, он будет и каждый день на работе, и контролировать вот этот календарь, который никто не контролирует, и, наверное, другие новшества, которые есть в этой программе, потому что у меня длиннее всего 5 минут, я заканчиваю. Наверное, еще многие вопросы из этой программы можно обсуждать и можно принести в наш футбол. Но это делать надо срочно. Спасибо.